И всем привет, дорогие друзья, с вами Матрикс, и сегодня мы будем делать стоповое открытие на 257 тысяч монет. Вчера вышло обновление, в котором добавили нового юнита мячика, но у меня, к сожалению, его нету, поэтому в следующем, как раз в следующем ролике, я вместе со своим другом сделаю обзор на данного юнита. Не знаю, зайдет ли вам данный видос про монеты, потому что, ну, в принципе, версия уже устарела в данном видео, да, у меня не многолагает, извиняйте. Вот, ну, короче, в принципе, мне кажется, что это должно залететь, и если вдруг это реально залетит, то давайте вы напишите мне в комментариях, проявите какой-нибудь актив, и я возьму еще один аккаунт, где будет также 200 тысяч монет. Я думаю, вам должно это понравиться, потому что, ну, рубрика, в принципе, прикольная, такой ажиотаж, азарт. Вот, ну, давайте, не будем долго тянуть, уже сразу начнем, давайте мы сначала зайдем в магазин и используем один Lucky Boost, чтобы, чтобы, конечно же, у нас была очень хорошая удача, ребят, мы же с вами в профиле, конечно. Так, и что мы видим? Мы будем с вами, наверное, ну, как бы, я не знаю, как вы хотите, но мы будем открывать с вами Summer Crate, потому что вы за ним как раз и пришли. У нас сегодня будет попытка выбить Аква Титана Спикермена на 250 тысяч монет, как раз, узнаем, повезет нам или нет. Ну, и, в принципе, мифика тоже было бы неплохо выбить. Вот, ну, давайте приступим, значит, первая десятка, две легендарки и нормальную кукетку. Итак, открываем следующую дещатку и опять даже одна легендарка. Интересно. Три легендарки. Одна. Опять три. Опять две. Ну, пока что нам ничего такого особенного не выпадает, поэтому давайте сейчас сделаем красивенький таймлапс. Ну, как красивенький, обычный таймлапс. И если что-то хорошее выпадет, то я замедлю и увидим мою реакцию. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, ребят, ну, какие мы можем сейчас подвести и твои. То, что не обязательно, если у тебя есть 250. Что? Так, стоп, подожди. Ребят, какие мы можем подвести из этого итоги? Такие, то, что не обязательно, чтобы у вас на аккаунте было... Ну, точнее, как бы, 250 тысяч монет как раз могут гарантировать вам то-то, что вам выпадет годли. И мне не выпала мифика, но мне выпал годли, ребят. Ну, как бы, очень интересно. Так, ну, давайте тогда что мы сделаем? Давайте попробуем сходить в каточку, проверить всех этих юнитов и возьмем как раз комбо из SummerCrate. Это, получается, возьмем годли, возьмем Сафар Телемена, серфера. Ух, сколько у нас легендарек. Есть один минус. Очень большой и один минус в том, что у меня нету фермы. У меня нету фермы, и это очень плохой минус. Поэтому давайте я зайду со своей основы и на основу, со снова кину в Санту. Давайте. Итак, ребят, все, я получила свою Санту, с моей основы. И теперь мы можем пробовать идти в каточку. Не знаю, в какой режим мы пойдем, потому что в Summer, ну, режим летний ивент, там он слишком жесткий, поэтому это не вариант. Поэтому давайте протестим нового годли. Например, в... Ну, давайте в Тойлет Сити. И давайте выберем потом сложность, медиум. Итак, ребят, все, мы загрузились. Давайте начнем сразу дефать. Санглаза с пикерменом в очках. Да, для дефа он не очень, потому что у него каудалан полторы секунды. Из-за этого он убивает через одного. Вот этих он еще, возможно, успеет убить. Да, он успел убить. Нет, не успел. Ладно. Ну, короче. Вот он для дефа не особо подходит. Поэтому... Давайте поставим еще одного. Вот сюда, вот так вот. Все, чтобы теперь они точно все будут дефнуть. Как раз. Потому что как только у этого заканчивается каудал, но они проскакивают, сразу же у этого каудал появляется и... И все. И из-за этого хорошо становится. Здесь, слава богу, у меня не лагает. Ну, хотя лагает, но не так сильно. А на Аквамена, Титана, Спикермена нам нужно будет еще копить 4000. Что очень плохо, но... Наверное, оно того стоит. Но по характеристикам мы с вами можем посмотреть, что это полная дичь. Ну, как бы не прям сильная. Такой хороший юнит. Но по радиусу он очень хороший. То есть радиус 80, это не хухры-мухры. Это прям... Ну, в принципе, достойно. Уважение. Но за... Вот по урону, например, 28000 не прям сильный урон. Ну, то есть... Вот, например, такой Годли хорошо пойдет новичкам, которые, допустим, там... Только играют, например, на Найтмаре, на Медиуме, на Харде. То есть... Для Изи он вообще будет слишком легкий, а вот для... Вот, например, для Найтмара, условно, или для Харде, он будет прям вот... Ну, идеально. То есть... Для, например, Эндлос Мода, он будет не особо. Потому что в Эндлос Моде такого... Ну... В Эндлос Моде это слишком мало такого юнита. То есть... Как минимум, нужно еще каких-нибудь Годли, или даже не обязательно Годли хороших юнитов. То есть... Такой Годли в Эндлос Моде, например, будет не особо такой полезный прям юнит. То же самое, как и, допустим, в Саммер Эвенте, который сейчас проходит. Тоже будет не особо прям кайф. Я использовала автоскип, ребят, чтобы было чуть-чуть побыстрее. Вот. Но если что, давайте я сейчас сделаю опять таймлапс, чтобы было быстрее. И вам не было так скучно. Давайте. Итак, ребят, все. У меня остается 300 монеток, что... Уже 200, уже 100. Чтобы поставить Акламен Титана, все. Мы его ставим. Давайте вот так-то его поставим. Чтобы прям вот красивенько было. Вот так. Воу. Ну, по детализации, по самому, как он выглядит, это прикольно. Конечно, стоит он просто как-то... Ну, не нам решать, так сказать. Это только первое улучшение. Она... А мы хотим его же... Правильно с вами, ребят. Мы хотим его покачать... Прокачать прям хорошо. Чтобы увидеть, как он выглядит на... Полном улучшении. Поэтому давайте улучшать с вами Санта Тиа Менов. И опять наш любимый таймлапс. И давайте сделаем первое улучшение. В котором он получает, я так понял, один водный бластер на свою левую руку. Получается, у него появился второй радиус. В котором он уже стреляет именно с этого бластера. Тоже прикольно. И урона он наносит тоже. Достаточно, так сказать, количество. Поэтому давайте мы сейчас с вами как раз сразу же сделаем второе улучшение. В котором он получает уже второй бластер. Такой же. И у него появились еще колонки. Две белые колонки. Если их не было до этого, если я не ошибаюсь. Я просто уже забыл. Так, ну получается, у нас уже все хорошо идет. То есть нам осталось сделать еще. Я не помню, сколько у него улучшений точно. Но получается, если у него 28 тысяч урона. А сейчас будет еще плюс 7 тысяч. Значит, еще будет одно улучшение. Поэтому нам еще нужно сделать два улучшения. Нужно нам 18 тысяч. То есть это тоже не хук-ры-мук-ры. Поэтому давайте еще раз улучшим сентатива менов. Чтобы шло еще быстрее. Так, давайте еще одно улучшение сделаем. Так, и вот теперь это следующее улучшение как раз будет последним. Оно стоит 24 тысяч. А здесь он получил у нас... Ничего себе. Задние такие... Я так понял, это какие-то... Типа пусковые установки, которые... Также у которых еще радиус есть. И то есть у нас радиус уже огромный. Он доходит вот до... Он доходит вот до сюда. То есть наш акваментитан может наносить урон даже вот здесь. То есть что очень-очень-очень хорошо. И сейчас мы как раз... Как у меня лагает-то. И вот сейчас мы как раз сделаем еще последнее улучшение, при котором он должен еще более усовершенствоваться. И здесь он уже выглядит намного лучше, чем он выглядел в начале. Ну, если так посмотреть, то двигается он все равно как-то странно. Ну, то есть у него ноги стоят в одном и том же положении. Это выглядит так. Ну, я думаю, вы поняли. Ну, странно как-то. Поэтому... А, все, мы можем уже делать улучшения. И давайте сделаем последнее улучшение. Так, у него добавились еще одни бластеры. И теперь он у нас просто пуленепробиваемый. Теперь... Теперь это вообще бомба. Он просто сносит их. Они даже не успевают выйти. Смотри, ребят. Они реально... Они даже не успевают пройти вот эту вот отметку. Даже ассасины не успевают пробежать. Даже ларжи то или то. А вот мутанты... А вот мутанты тоже не успевают. Из-за того, что он у нас наносит сейчас в 2 миллисекунд 28 тысяч урона. Что, в принципе, достаточно. Но все равно, есть Годли получше него. Поэтому... Можем им не прям так хвастаться. Вот. Давайте пока что мы заняться нечем. Будем прокачивать санглаза. Спикермена. Да, максимум. Ну, а смысл он просто так стоят. А, давайте еще одного поставим на комнате Титана. Нам же все равно заняться, ребят, да, с вами нечем. Так. И давайте я сейчас сделаю опять быстренький таймлапс. Когда я его полностью прокачаю. Да, ребят, я не успела сделать таймлапс. Потому что мы уже затащили эту капку. И как раз я играю в те дни, когда у нас идет x2 монеты. Поэтому мне дали 400 монет. Поэтому давайте мы откроем с вами последний на сегодня ящик. Чтобы нам открыть его, давайте продадим с вами немного линитов. Ну, вот сколько, я думаю, нам должно хватить. Да, 3000 монет нам хватит по голову. Идемте открывать еще последний на сегодня ящик. И посмотрим, что нам оттуда выпадет. Возможно, он даже выпадет отлодомифик. Но шансов на это очень мало. Поэтому надеяться на это не стоит. Давайте откроем последний на сегодня ящик. И нам выпадает оттуда... Так. И нам выпадает оттуда... Одна легендарь... А, нет, две легендарки. И, в принципе, все. Ну так, ребят. Я думаю, это видео получилось, в принципе, не таким уж и плохим. То есть, оно было вполне хорошее. Я получил год ли. Я рад этому. Ну и, в принципе, вам тоже контент подъехал. Поэтому... Подписывайся на мой телеграм, в котором, возможно, будет розыгрыш 15 легендарок. И всем удачи и всем пока.